Продолжение следует... Я тоже буду, как ты. Я тоже хочу. Я говорю, вопросов нет, давай научу. Я говорю, только смотри, тебе придется пройти через это, через это, через это. Я не потяну. Я не потому, что я отбиваю им крылья. Это я нахальный, наглый. А они боятся. Мне как-то в Америке сказали, что Россия самая лучшая страна в мире, в том плане, что самая великая страна, где гибнут самые хорошие идеи. У нас абсолютно незаселенная земля. Абсолютно незаселенная. Вот, чтобы понять. Вот я, когда был молодой, я не мог понять. Ну, вот я смотрю на карту, елки-моталки. Пока я не сел, опять-таки, в юности в поезд Москва-Хабаровск, и когда я был, елки-моталки, тундра не огороженная, какая огромная земля. Сколько у нас всего есть? Я знаю и встречался с людьми, которые говорят, да у меня здесь золотое месторождение, у меня там уголь лежит, там угля. Во! Сколько. Я пока никому не скажу об этом. У нас колоссальные ресурсы, колоссальные. Как сделать так, чтобы народ начал работать? Надо дать ему толкнуть, что ли, дать ему по заднице, чтобы он поверил в себя. Что его, и что ему не отломают руки. Что он вложится что-то, сделает, 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 потом ему скажут, так, что это такое? Ну-ка, дай сюда. Ну, пошел отсюда. И все. И все опять. И он опять никто. Спиваются. А что не спиваться, если водка дешевле, воды? Водки везде на балу. Но, понимаешь, вот я искренне совершенно говорю, что мне хотелось просто привезти цистерну со спиртом, поставить посреди этого поселка, приковать кружку железную цепью и сказать, ну пейте, гады, пейте. Потому что это люди, которые жгут лес вокруг своих деревень, чтобы купить его потом, как горелый, а он в 10 раз дешевле становится, продать его на дрова и пропить это. Я говорю, ребята, тут же птицы, звери, река, река Селинга, она же была роскошная, чистая река. Где рыба? Электролочками выколотили все. А вообще нет рыбы в этой реке. В Селинге, впадающей в Байкал, нет рыбы. А, пассивно. Это бред собачий. И что? Что делать? Что делать с этими людьми? Я был в поселках, которые живут в Проголы. В поселке. Там бывшие... А есть возможность там тут же рыбу ловить какого-то промысла? Потому что я вам сказал, что... Есть в море возможностей. В море. Если организовать там хоть что-нибудь... Все это можно организовать. Все можно организовать просто. Ну, на ваш взгляд, вот, людям самим попытаться это организовать? Или все-таки власть как-то должна вспомнить, что, ага, у нее еще есть люди? Оказывается, за Кремлем есть еще и народ? Вот как, откуда, как это должно организовываться? Сверху. Сверху, снизу нет. Снизу они заняли вот свою экологическую, как говорится, нишу, приспособились жить так. Да, плохо, но живут. И они не хотят переменять. То есть, как вот во многих странах мира, допустим, есть бесплатная дорога, она удобная, комфортная. Но если ты хочешь еще большего комфорта и большей скорости, параллельно стоит платная. То есть, как я вас понимаю, нужно сначала организовать со стороны государства хоть что-то. Хоть какие-то там фабрики, заводы, какие-то производства, где люди могли бы себя занять. И уже после этого, если вам не нравится тот уровень дохода на тех предприятиях, которые мы вам предложили, после этого, пожалуйста, организуйте что-то свое. Может быть, вы заработаете еще больше. Но на хода бедные эти люди, чтобы там не спивались от безделия, чтобы хоть какая-то возможность у них. Что страна, что любое дело, не важно, нужно сначала вложиться, чтобы получить. Пока просто все ломали. Пока просто все ломали. Лужков благополучно из Москвы, из города, это был реально город-труженик. У нас здесь было навалом заводов. Многие были неэффективны, всякие неи. Но это было, этот город был рабочим. Это с утра народ шел на работу. Все правильно, сейчас на месте Зилы, на большей его части стоит. А сейчас это склады с поп-корном и прочей хренью. Не российского производства поп-корн. Да, забитые. Китайское шматью. А китайцы, это великие люди, это китайцы, это великий народ. Они великолепные работники. И технограф, который построили на перегоне между Автозаводской и Коломенской, который стоит практически пустым. Ну, это, я инженер, инженер не из самых плохих. Мои самолеты до сих пор летают, слава богу. Про самолет я даже боюсь спрашивать. Не надо про них спрашивать. Не надо про них спрашивать. Так же, как и про наши. С той статистикой. Про наши автомобили тоже не надо спрашивать. У меня матушка была, начальник водила информации, Минавтопробу в свое время. Я в курсе всего этого генезиса. Я прошу прощения, я вас перебил. Там шла речь о производствах, от тех разрушенных. На месте которых образовались склады с чужими, с производством чужими. Их надо поднимать. Надо склады оттуда выкидывать. Так вот, невежливо выкупать, да? Мы продали за 15 копеек, да? А потом за 15 миллиардов купили. То же самое. Только уже разворованное. Да? И половина бабла ушла на сторону. И мы знаем на какую сторону и куда. В офшор, в офшор и так далее. Просто гнать сраной метлой. Вкладываться в оборудование, в станки, в инструменты. Потому что у нас уже своего ничего нет. Наше производство закончилось с токарной металлой станком 16-20. На этом мы утихомирились, да. Слава Богу, все. Прогресс иссяк. Надо закупать. Средства производства закупать станки. Учить людей. Давать заказы. Давать заказы нашим. А у нас... Ну что, авиация не справляется, похоже, да? Будем станки, самолеты за границей покупать. Что это вы, Никузя, вы делаете? Это говорит наш президент. Ну, красавец. Просто красавец. Молодец. Ищите, что это им давать работу-то? Учите, да ну их нафиг. Мы сейчас кран отвернули немножко в ту сторону денег. Да, и вот там. Да сейчас много всего говорят о закупке западных вооружений. Я все про себя думаю. Не дай тебе, Господи, с кем-то воевать придется. Это надо будет сказать, что, ребят, подождите, у нас патроны кончились. Вы нам сейчас продайте. Да дело не в том. Западное вооружение, маломальско-технологичное, оно все чипованное. Оно все чипованное. Со спутника прослеживается, где, что, куда и пошло. Включая винтовки современные, они чипованные. Если там собралось 10 человек с этими винтовками, то со спутника видно, где они сидят. Ну да, радары, прицелы, все в GPS. Вот. Это все под контролем. Это все под контролем. Когда, когда я слышу, что мы закупаем вертолетоносцы «Мистраль». Это в Париже исключительно. Да, вертолетоносец. А кому не нужны эти вертолетоносцы? Вертолетоносец – это инструмент агрессии. Это не инструмент защиты. Это подплыли поближе, вертолеты полетели, плацдар подготовили, войска пошли. Мы что, на кого-то собрались нападать? На Америку, наверное, кишка танка. Нет, я Америку и Китай исключаю. Да, а на Китае и говорить нечего. Не годимся. Да, бомбы есть. Треснуть можно, мало не покажется. Как говорится, в обратку. Типа, применить руки чешется. Да, удар, удар, как это называется там? В ответку. Удар из гроба, да? А вот вы по нам так, ну, гады, получаете. Вот, на вам! Вот, всем хватит, вне всякого сомнения. Даже если мы, если они никуда не улетят, обзорвутся прямо в шахтах, все равно всей земле хватит. Это всем понятно. Но это не аргумент. Я не хочу завершать нашу беседу на столе оптимистическую. Но, я думаю, что давайте так, что бы вы пожелали людям, которые маленько колеблются, и еще не решили голосовать, не голосовать. Я не говорю, там, вступают в партнерство. Я говорю, просто хотя бы примитивно пойти на эти выборы. Вот те, которые сомневаются в том, что их голос что-то решит, и он действительно важен, и будет востребован. Вот, вот, все. Что сейчас? Пойти на выборы обязательно. Посмотреть на все меню, которое нам предлагают. Я чуть не сказал физиономии. Да, про физиономию говорить не будем. На меню посмотреть. И если ты хоть чуть-чуть чувствуешь в себе, что ты можешь за что-то ответить в этой жизни, голосовать за партию, правое дело. А так, как говорится, меню, вот. Но, в принципе, везде салат один и тот же. Везде салат один и тот же. И, как правило, в очень большом... Очень у многих уже колбаска там порченная. Десятилетняя свежесть. Да, да. Она не первая совсем свежесть. Хотя свежесть может быть только первая. Но она под разным золосом. Под разным золосом, да. И все равно это можно схавать. Это можно схавать. Просто критически подойти, вот, посмотреть на весь этот список и посмотреть в себя, внутрь в себя. Посмотреть на свой дом, где остались твоя жена, дети, старики. Ну вот. Я отдать голос. Я не говорю, что... Вот мы сейчас, сейчас как всех победим, и как наступит рай на земле, конечно, не победим. Нас мало просто. Мало людей, отвечающих за свои слова. А когда их будет много, то и голосовать никому не придется. Голосовать никому не придется. Всем станет понятно, что только вот таким ответственным решением за себя, за себя, как говорится, как там зэки говорят, чтобы за базар человек отвечал. И за базар, и за дела, за свои. Ну, правильно. Проедаться уже некуда. Да. Вот чтобы человек мог взять какую-то фигню, сказать, а вот это я сделал. Это фигня ножом оказалась. Да, да не важно, что она оказалась нажимать нож. Дерьмо на самом деле. Что вот это я сделал. Вот это я сделал своими руками. Чтобы человеку появилось понятие чести. Или вот это вот. Вот смотри, вот эта штука полетела. Это я сделал своей головой. Это вот мы сделали. Уважение к себе. Уважение к себе. А когда уважение к себе нет, то можно заковать там, наша Россия, там, ваши наши, наши вперед, Россия вперед. Когда говорят наши, я всегда хочу понять. И если это наши, да, то, а кто в этой стране не наши? Да, кто не наши-то? Все, кто здесь, давайте отстампуем. Все наши, да. Лейбаки поставить, звездочки, чипы поставить. Это уже было. Свой чужой, свой чужой. Наш не наш. Система опознавания. Система опознавания, да. Спасибо вам огромное. Ваше мнение было очень интересным. Я хотел бы, чтобы вы в конце, для того, чтобы люди, которые будут решать, принять вас партию или нет, глядя в бумагу, вот это же сухой обычный лес, чтобы они случайно не прошли мимо вашей фамилии, чтобы они обратили особое внимание, какие люди вступают в партию и правое дело. Назовитесь еще раз. Я Федосеев Николай. Всего вам самого доброго. Удачи. И вам удачи. Программся. Программся.